по этой упаковке можно сразу определить что внутри находится что-то очень и очень ценное этот ящик может выдержать пожалуй любую транспортировку а когда вы достанете его содержимое и определите для него место в этом ящике можно посадить рассаду друзья внутри кофемолка lagom p100 от компании optional это самая большая кофемолка этого производителя на ней установлены жернова диаметром 98 миллиметров а мотор который приводит их в движение имеет мощность 2 лошадиные силы набор стикеров и вот перед нами кофемолка здесь комплекте с ней идет вот такая штуковина это не поддон и не опора это просто кусок железа который ни на что не влияет но когда мы его устанавливаем сюда кофемолка выглядит получше все очень плотно фиксируется на магнитах конечно же традиционные наклейки привет apple и традиционные аксессуары которые также идут в комплекте с lagom p64 из интересного это кофемолка уже идет вот с таким стаканчиком он называется versacup и по сути напоминает похожий стаканчик вот кофемолки лин вебер поймал эта штучка устанавливается здесь на магнитах и по идее она должна быть удобная при приготовлении как фильтр кофе так и при приготовлении эспрессо проверим это попозже здесь у нас есть колечко для холдера на магнитах маленький стаканчик для дозировки зерен все как всегда супер клево упаковано в приятную в приятную в мешочки из приятного пластика здесь у нас судя по всему все верно инструмент для wd для того чтобы разбивать комочки ну и в последней коробочке у нас есть флакончик для rdt основной инструмент всех синглдозных кофемолок или правильнее сказать основной аксессуар вот такая комплектация а теперь давайте приберемся выбирать кофемолки в категории high-end grinder это одно удовольствие потому что вам доступно все самое лучшее так же как и на ек 43 здесь установлены жернова 98 миллиметров и огромный мотор мощностью 1300 ватт но в отличие от ек 43 у этой кофемолки есть еще несколько вещей в первую очередь это основная фишка общину она максимально точно собрана и изготовлена именно поэтому у нее плоские жернова и именно поэтому в ее камере помола не остается кофе после того как вы пойти туда дорогущие эспрессо также у нее есть регулировка оборотов и офигенный дизайн это просто какой-то кофейный авангард из удивительных вещей которые вначале показались мне либо косяками либо какими-то ошибками при производстве если вытащить вот эту часть то нижний язычок ну то есть вещь которая предотвращает попкорн она имеет вот такой угол ну то есть она выглядит погнутой когда я увидел эту кофемолку я подумал ё-моё как это вообще могло произойти то есть у меня сразу конечно же возникло ощущение что это либо помяли на заводе либо помяли при транспортировке но потом я начал работать с этой кофемолкой а сначала я даже хотел согнуть ее обратно то потом я начал работать с этой кофемолкой мне стало понятно что это сделано специально для того чтобы зерна когда падают сюда не задерживались на этом достаточно широком язычке из других странных моментов это вращаюсь вращающаяся шкала сначала я подумал что она отклеилась я не понял для чего она вращается но потом я посмотрел несколько видео на ютубе и прикидывал разные варианты она вращается для того чтобы вы могли сменить жернова поставить более толстые жернова возможно ваши жернова со временем износится и ваш ноль сместиться с вот такой вот вращающийся шкалой вы всегда сможете выставить удобную для вас точку нуля кстати говоря это шкала выполнена не из какого-то пластика а точно также из листовой стали или возможно это алюминий у этой кофемолки есть вот такой носик который помогает вам стряхивать остатки кофе сразу скажу что их будет немного но штука исключительно полезная вот ну и по большему счету это все кофемолка то в общем то минималистично и и занимает мало места поэтому про внешний вид особо долго и не поговоришь тем более вы все видите сами и еще одна странность налагом p100 инвертированная шкала то есть для того чтобы уменьшить помол вы должны вращать вот эту часть обратную сторону то есть не так как на всех остальных кофемолка от противоположную сторону самом деле это совершенно не доставляет никакого неудобства наоборот это даже заставляет тебя почувствовать некоторую уникальность этой кофемолки ну то есть другими словами это какой-то уникальный юзер экспириенс ты как будто бы купил суперкар и в нем все не так как в обычной машине вот примерно такая же история с этой инвертированной шкалой но то бигдил но прикольно как я уже и сказал жернова здесь диаметром 98 миллиметров с геометрией high униформить и эти жернова подходят как для эспрессо так и для фильтр кофе но если вы захотите вы можете сменить их на любые другие жернова как от производителя ssp так и от любого другого производителя это очень популярный диаметр жерновов который устанавливается на века 43 и на кучу других кофемолок например перед вами жернова ssp с геометрией ultra low fine они производят очень небольшое количество супер мелких частиц и классно подходит для фильтр кофе и это один из примеров кто знает сколько жерновов этого диаметра выпустят производители в будущем у этой кофемолки две кнопки включения 1 просто включает мотор а вот вторая намного интереснее она запускает мотор на некоторое количество времени и в конце цикла помола кофемолка увеличивает скорость оборотов для того чтобы вымести весь молотый кофе из камеры помола и после этого вы можете воспользоваться щелкающим носиком давайте приготовим эспрессо начнем с калибровки жерновов давайте просто найдем точку нуля так как вот эта шкала вращается нам нужно сейчас поставить ее так чтобы 0 был направлен прямо на нас чтобы 0 был по центру и собственно говоря найти точку соприкосновения жерновов потому что мы крутили ее по всякому я теперь не знаю как по-настоящему расположены жернова ставим кофемолку на минимальные обороты кстати говоря в отличие от лагом p64 это кофемолка достаточно громкая разумеется на минимальных оборотах практически ничего не слышно но вот если добавить газу то кофемолка весьма и весьма громкая напоминает взлетающий аэробус окей вернемся к калибровке окей . нуля найдено до жернова соприкасаются на минус 0 1 будем называть эту точку так в общем сразу за нулем жернова соприкасаются мы слышим звук поэтому теперь мы можем настраиваться на эспрессо заодно проверим сколько кофе останется внутри это кофемолка предлагает нам два подхода к приготовлению эспрессо первый подход с использованием магнитного стаканчика versalab это такая вариация на колокол от компании линвебер ну и второй способ это более традиционный с использованием кольца трихтера и с установкой холдера в подставку для холдера мы отмерили 20 грамм эспрессо и воспользуемся техникой rdt включаем режим с автоматическим отключением тот самый который увеличивает обороты в конце помол установлен на единички обороты мы устанавливаем на максимум что-то нехорошее случилось на самом деле все в порядке может быть она кнопку нажал как-то некачественно что-то произошло но сейчас все работает и все в порядке давайте сделаем все то же самое заново потому что эксперимент должен быть чистым тарируем холдер мы отмерили 20 грамм зерна на самом деле немного выпадает но немножко выпадает из носика окей теперь мы можем воспользоваться вот такой кисточкой w dt для того чтобы разбить все комочки на самом деле не могу сказать что комочков много но статика все равно чуть-чуть есть на кольце и поэтому когда мы пользуемся вот этой штуковиной у нас получается весь кофе отправить непосредственно в холдер окей давайте кстати проверим вес 20 грамм внутри не осталось ничего ok один к двум за 23 секунды на самом деле мы с первого раза угадали примерный диапазон для эспрессо вкусно теперь попробуем приготовить эспрессо по другому сценарию с использованием versacup таблетка очень равномерная без каналов и пробитий устанавливаем versacup на вилку портофильтра то есть она устанавливается исключительно сверху пара пшиков кстати говоря давайте затарируем стаканчик поехали помол происходит мгновенно самом деле ей не нужно вообще вот столько времени для того чтобы смолоть 20 грамм кофе да и немножко кофе мы стряхиваем из носика что мы делаем дальше после этого мы вот таким движением распределяем кофе внутри versacup тарируем она давайте проверим сколько его 19 и 9 я думаю что это может быть погрешность весов либо одна десятка осталось внутри что является совершенно допустимым что мы делаем дальше дальше мы устанавливаем versacup на холдер у него снизу есть магниты для того чтобы он уверенней стоял на месте и вот таким вот движением перемещаем кофе в портофильтр я думаю что именно из-за этого звона оригинальное изделие получило название белл окей я бы знаете я бы один раз стукнул вот так так мне кажется намного эффективней да и на самом деле можно даже приготовить эспрессо без использования техники wd все распределилось внутри портофильтра достаточно равномерно использовать для эспрессо versacup мне не очень понравилось потому что чашечка все равно покрывается кофе на ней остаются некоторые остатки может быть здесь целая десятка а может быть и две поэтому ее приходится вот так обметать после использования и по мне так это трата времени без какого бы то ни было преимущество я не считаю что эта штука помогает распределять кофе в портофильтре лучше я на самом деле предпочитаю классический кольцо трихтер и вот эту штуку мне кажется это прям оптимально и в этом есть некое медитативное удовольствие использовать wd и вместе с versacup как мне кажется не очень удачная затея кстати говоря вот это движение не помогает скинуть кофе вот с верхней части на самом деле в общем использовать wd с versacup мне кажется не лучшая затея потому что потому что вот эта штука она довольно мало места оставляет для нашей кисточки wd и некоторая часть кофе у нас остается не перемешанная ну а во-вторых она просто очень глубокая и честно говоря не очень хорошо видно что там происходит с кофе поэтому я абсолютно точно за колесо трихтер а вот этот стаканчик мы оставим для фильтр кофе давайте попробуем помолоть кофе на минимально возможном значении и посмотрим заблокируется ли кофемолка я думаю что этот эксперимент будет интересен любителям турки ok возьмем 15 грамм кофе и установим помол в самое минимальное значение обратите внимание помол регулируется в сторону уменьшения только на включенных жерновах мы буквально устанавливаем жернова в положении 0 напоминаю что уже следующее маленькое отделение и и жернова соприкоснуться ну другими словами тоньше помол получить уже будет проблематично а теперь попробуем посмотрим что будет для этого эксперимента мы разумеется возьмем версакап для удобства потому что холдер молочить нет никакого смысла поехали нет не было даже намека на то что жернова заблокируются или кофе застрянет внутри ну что могу сказать помол но помол прям максимально мелкий это однозначно пудра это прекрасно подойдет для турки друзья вы видели как она справилась с туркой я просто не успел моргнуть и она уже пропустила через себя 15 грамм кофе этой кофемолки абсолютно без разницы насколько тонкий помол вы хотите получить просто супер переходим к фильтр кофе последняя дисциплина из нами заявленных отлично хуха теперь давайте отрегулируем помол на фильтр но предположительно это будет 4 на самом деле я бы отогнул этот язычок еще сильнее потому что если смочить зерна то они к нему прилипают да вот так ну могу сказать что диапазон в этой кофемолки судя по всему довольно большой потому что на потому что на 4 помол под фильтр выглядит довольно мелким попробуем 5 или 6 окей весь кофе оказался в центре все супер как будто бы удобно кажется я начинаю привыкать вот к этому стаканчику знаете что на четверке мы все-таки заварили фильтр и на этом мелком помоле воронка пробежала за 243 20 грамм 300 миллилитров воды а это значит что помол очень равномерный я думаю что община на сегодняшний день является одной из наиболее влиятельных компаний в мире дизайна кофейного оборудования во первых это офигенно выглядит кроме того что это хорошо работает а во вторых посмотрите на других производителей которые копируют их дизайн если вы видели новую df64 в это это просто калька с лагом p64 видели ли вы кофемолку вария ведь она тоже по большему счету вдохновлена минималистичным и авангардным стилем option о люблю их мы попробовали готовить на этой кофемолке все эспрессо джазовый фильтр это кофемолка прекрасно и ее воркфлоу безупречен открытым остается только один вопрос насколько удобно сингл дозная кофемолка в кофейне когда скажем к вам приходит гость и просит вас смолоть 250 грамм кофе на эспрессо или на фильтр у вас же есть такие гости я думаю что лагом p100 это первая кофемолка которая ну плюс-минус решает эту проблему у нее очень большой объем вот этой воронки для загрузки зерна по заявлению производителя сюда помещается 100 грамм кофе а давайте посмотрим сколько кофе сюда помещается в реальности проверим это следующим образом у нас на весах сейчас пачка бразилии в которой осталось 242 грамма кофе теперь засыпаем кофе в кофемолку до тех пор пока мы сможем закрыть крышку на самом деле вот так мы крышку уже закрыть не можем поэтому многовато здесь осталось 57 грамм то есть по сути сюда вошло 200 грамм ну 200 грамм это объективно много потому что мы не можем закрыть крышку поэтому сейчас мы немножко кофе отсюда уберем ok ну еще немножко друзья фактически сюда помещается практически 150 грамм кофе но если быть совсем точным то 147 посмотрите на весы на весах 94 и 6 десятых грамма кофе то есть это кофемолка с учетом ее мощности и скорости помола вполне позволяет вам на ходу смолоть пачку 250 грамм и особо не запариться я бы наверное не хотел молочь килограмм но это тоже возможно на самом деле кофемолка и без этой крышки может молоть потому что вот эта штука нужна для того чтобы защищаться от попкорна то есть от зернышек которые отскакивают от жерновов а так как здесь у нас сейчас довольно много кофе мы можем просто включить кофемолку и подсыпать сюда кофе до тех пор пока пачка не окажется пуста по традиции в конце видео давайте разберем эту кофемолку глянем как у нее устроена камера помола сколько там осталось кофе после всех наших экспериментов и покажем как ее чистить наверное перед тем как мы начнем чистить эту кофемолку можно еще раз запустить мотор и попытаться избавиться от всех остатков но на самом деле там ничего нет то есть сейчас кофемолка ничего не выдает начнем с того что это кофемолка еще выполнена в прошлой стилистике то есть если вы следите за тем что делает optional то возможно вы видели что лагом p64 немножко изменил свою конструкцию и теперь он разбирается с помощью инструментов лагом p100 разбирается полностью без инструментов для того чтобы разобрать эту кофемолку вам нужно всего лишь две руки снимаем верхнюю крышку и откручиваем против часовой стрелки верхнюю крышку кофемолки откручивается все супер легко плавно и приятно папа здесь у нас разумеется есть смазка будьте аккуратны когда будете чистить свои кофемолки постарайтесь не испачкаться и не смазать смазку после этого после того как мы сняли верхнюю крышку мы вытаскиваем подшипник он не закреплен никак он просто лежит вот здесь в специальном желобе для подшипника сейчас мы уже можем воспользоваться кисточкой и начать аккуратно подметать внутри кофемолки вот эта часть установлена на трех подпружиненных штифтах и она снимается очень и очень просто на ней установлен верхний жернов посмотрите на этих с почти 100 миллиметровых красавцев на них нанесено покрытие red speed которая увеличивает их ресурс до 5 тонн по заявлению производителя я думаю в реальности конечно будет меньше но даже если это будет три тонны это все равно звучит очень очень круто обратите внимание что внутри практически нечего чистить после всего того количества кофе которое мы смололи внутри камеру помола полная чистота немножко кофе есть на самих жерновах и вот здесь по кругу есть очень тонкая полоска из кофе друзья вот в этом заключается магия optional точность сборки и качество дизайна почистить это все правда очень легко можно даже не прибегать к использованию пылесоса но мы все равно это сделаем все кофемолка чиста можно собирать ее обратно на все про все у меня ушло меньше пяти минут может быть минуты 3 если бы я не тратил время на объяснение я считаю что это еще один выдающийся результат представьте себе теперь сколько сил у вас уйдет на то чтобы почистить более популярные кофемолки в этом ценовом диапазоне кофемолка чистая готова к работе а вы тем временем подписывайтесь ставьте лайк и возможно тогда мы сделаем классный обзор и сравним ее с як-43 друзья в контексте всего того что вы сегодня увидели мне кажется что название лагом звучит весьма и весьма иронично это не просто разумная достаточность это все о чем лично я могу мечтать